Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Мы презентовали систему, которая разрабатывается специалистами планово-экономического отдела. Обучающий семинар по производственной системе Росатома. Соревнования по гребле на лодках «Дракон». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня 21201 мегаватт, а с начала года выработка 103,3%. В работе 29 энергоблоков. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока с суммарной нагрузкой на сегодня 3044 мегаватта. Событий, подлежащих сообщениям в регулирующие органы за прошедшую неделю нет. Также требующих расследования на санкционном уровне также нет. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленск АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. За предыдущую неделю подано 53 ППУ, всего с начала года 512 ППУ. Значит, по ПСР-проектам при плановом показателе 104, на сегодня руководителями первой и второй линейки открыто 77 ПСР-проектов. Всего 93 ПСР-проекта. Выработка электроэнергии за 19 дней июня составила 1,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 11 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 665 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Коллектив Смоленск АЭС занял первое место в номинации «Социальная безопасность» по итогам конкурса «Лучший АЭС-2016». Переходящий приз победителя «Рукопожатие» на конференции работников Росэнергоатома вручил директору Смоленской станции Павлу Лубенскому генеральный директор концерна Андрей Петров. На Смоленск АЭС состоялся обучающий семинар-консультация, посвященный методике реализации ПСР-проектов. Подобные встречи в формате «Круглого стола» традиционно проходят по пятницам в инфоцентре директора. Участвовать в семинарах могут все, кто хочет повысить свою ПСР-активность, разобраться в том, что пока непонятно. Сегодня состоялся очередной семинар по ПСР-направлению, на котором была представлена и презентована новая система по расчету экономического эффекта от ПСР-мероприятий. То есть мы презентовали систему, которая разрабатывается специалистами планово-экономического отдела и поможет в дальнейшем сотрудникам рассчитывать полученный экономический эффект от ПСР-проектов и от ППУ. Мы стремимся получить статус ПСР-предприятия «Атомтехэнерго» в 2017 году. И в связи с этим у нас налажены контакты со Смоленской атомной станцией для проведения обучения, тренингов, семинаров специалистами этой организации и передачи опытом. 14 июня на территории базы стоянки «Плавсредств» прошли соревнования по гребле на лодках «Дракон» в рамках спартакиады работников Смоленской АЭС. В соревнованиях приняли участие 7 команд из 9 цехов станции и команда «САЭС-сервис». Победителями и призерами соревнований стали Первое место – команда реакторного цеха. Второе место – команда турбинного цеха. Третье место – объединенная команда «Энергия». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok